Здравствуйте, дорогие зрители портала «Научная Россия». Сегодня мы беседуем с Алексеем Викторовичем Ельсеевым, главным научным сотрудником Института физики и атмосферы. Говорим о климатических процессах, о глобальном потеплении и других чрезвычайно важных, актуальных процессах. Здравствуйте, Алексей Викторович. Хотелось бы начать с Нобелевской премии по физике этого года, которая была получена за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления. Можете ли вы что-то прокомментировать по этому поводу? Да, конечно, есть огромное удовольствие. Строго говоря, формулировка Нобелевского комитета немножко другая. Она говорит о исследовании сложных систем от микромасштабов до планетарных масштабов. Но, собственно говоря, одна формулировка, другой ни в коем случае не противоречит, потому что климат – это та самая сложная система, в которой много масштабов. И самых мелких – это молекулярная диффузия, и самых крупных – это процесс планетарного масштаба. И действительно, им очень интересно то, что при такой формулировке Нобелевского комитета два лауреата внесли совершенно выдающийся вклад в развитие теории климата, в физической климатологии. И даже у третьего лауреата есть одна публикация на тему климата, имиду Паризи. Что касается двух других, Суити Романаба и Клаус Хасиманда, это действительно выдающиеся климатологи. Суити Романаба, по сути, отец всего численного моделирования климата. Он ещё в конце 60-х годов сделал первую, совместно с Кирком Брайном, сделал первую совместную модель атмосферы океана. И все нынешние модели общей стиркуляции – это в какой-то смысле потомки вот этой модели. И сама модель в существенно, конечно, видоизменённом, уже современном виде до сих пор используется в научных исследованиях, в том числе и при подготовке недавно вышедшего 6-го отчёта межправительственной группы экспертов по изменению климата. Суити Романаба принес совершенно фундаментальный вклад о роли обратных связей в изменениях климата. Он своей группой сделал первый в своё время численный эксперимент на демонстрацию инерционности климата. Клаус Хассельман, он известен прежде всего как специалист по теории динамических систем, безусловно. Но, опять же, он внёс совершенно фундаментальный вклад в развитии теории климата, показав, что быстрые погодные процессы влияют и на климатическую изменчивость, и, собственно говоря, являются одной из причин даже такой изменчивости. Помимо этого, он разработал на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого столетия первый метод атрибуции климата, позволяющий по данным наблюдений соотнести и наблюдаемые изменения с вкладом тех или иных процессов, в том числе и с интерпаденным воздействием. Ну и, наконец, он очень крупный организатор науки, потому что он был одним из первых директоров Метеорологического института Макса Паланка, где была разработана одна сейчас из ведущих мировых моделей численных климата и моделирования климата, и тут его вклад тоже не сомненен. И, наконец, я ещё хочу отметить его широту научного центра, потому что, вообще говоря, помимо климата и то, что он возглавлял вроде профильный институт, его вклад и в другие области физики вообще весьма значен, например, в теорию универсального, универсальную теорию поля. Это действительно выдающийся учёный, и я очень рад, что он отмечен Нобелевским комитетом. Скажите, пожалуйста, наша отечественная работа в этих направлениях в каком тут можно контексте представить? На самом-то деле ещё Ньютон говорил, что я стою на плечах гигантов. И точно так же и работа, отмеченная Нобелевским комитетом, так или иначе использовали работы более ранних авторов, в том числе и советских, прежде всего. Каких, например? Среди них можно выделить прежде всего Михаила Ивановича Будыка, потому что Михаила Ивановича Будыка, при том, что у него не было возможности, например, разрабатывать численную модель, в том числе и с особенностями отношения к учительной технике в Советском Союзе, но и отсутствие соответствующих ресурсов. Но даже при тех возможностях, которыми он обладал, этот человек внёс совершенно фундаментальный вклад в развитие физической климатологии. В частности, он разработал совершенно простую энергобалансовую модель климата, в которой впервые были продемонстрированы обратные связи в климате. В очень простой форме. Я очень люблю её представлять, например, на лекциях студента, поскольку она легко и физически интерпретируема. Но это не умаляет её общности, её фундаментальности. Давайте поговорим конкретно о ваших работах. Чем занимаетесь вы, вашей лабораторией? Лаборатория, в которой я работаю в нашем институте, называется «Лаборатория теории климата». Там возглавится Игорь Иванович Мух, он тоже, кстати говоря, весьма крупным специалистом по теории климата. Он же возглавляет и отдел исследований климатических процессов. И основная задача отдела, и отдел вообще лаборатории в частности, это анализ климатических изменений по данным наблюдений, анализы каких-то экстремальных событий. И они, пожалуй, для социума самые интересные, поскольку, опять же, если вернуться к недавно вышедшему шестому отчёту IPCC, то потепление за примерно полтора столетия составило градус с небольшим 1,06 градуса. Это величина, которая вроде кажется совсем маленькой, но, во-первых, это явление планетарного масштаба, что уже делает это явление немаленьким. А, во-вторых, это всё сопровождает с учащением, например, экстремальных волн летней жары или экстремальных волн летнего зимнего холода, простите, каких-то засушливых периодов. И они существенно более значимы и для общества, и, соответственно, существенно более видимы на широком общественном уровне. Моя научная карьера преимущественно связана с моделированием климатических изменений. В нашем институте ещё до моего прихода сюда была разработана оригинальная модель климата. Она упрощённая по сравнению, например, с той моделью, которая сейчас используется в шестом отчёте по сравнению с моделью общей циркуляции. Она относится к классу так называемых моделей климата промежуточной сложности. Система несколько огрубляется относительно того, как это детально представляется в моделях общей циркуляции, но, тем не менее, сохраняется её такая реалистичность на междекадных масштабах, на отклике на внешние воздействия. И плюсом является то, что такие модели, они существенно более дёшево вычислительны. И, соответственно, это позволяет либо просчитывать на какие-то очень длинные эксперименты, либо проводить расчёты в так называемой ансамблевой форме, когда можно менять значение каких-то параметров модели, поскольку все они известны с определённой точностью, с конечной. Мы их не можем свернуть в точку, мы обязаны рассматривать интервал. И по-хорошему надо рассматривать все значения из интервала, ещё взаимодействие между различными значениями различных параметров. Всё это требует ставить эксперименты в ансамблевой форме, и вот именно такие модели для этого дела и приспособлены. Скажите, пожалуйста, каково, на ваш взгляд, влияние человека на все эти процессы? Потому что здесь, как я понимаю, существуют разнообразные точки зрения, в том числе в научной среде, в первую очередь, которая нас и интересует. Некоторые считают, что здесь превалирует влияние человека, кто-то считает, что антропогенный фактор здесь неопределяющий, а есть учёные, причём выдающиеся, которые считают, что глобальное потепление – это вообще политический миф. Глобальное потепление – это не политический миф. Если мы посмотрим на любой ряд глобальной температуры, просто потепление на тот самый градус с небольшим видно без использования какой-либо сложной математики. Оно видно просто обычным взглядом обычного человека. Что касается различных процессов, безусловно, климат – это система сложная, процессов в ней очень много, но, вы знаете, есть один факт, вот это действительно факт, который говорит о том, что количественно воспроизвести изменение климата, начиная со второй половины XIX века, без учёта антропогенного прежде всего парникового воздействия, ещё не удалось никому. Если когда-то кому-то удастся, то это будет, безусловно, повод для разговора и, возможно, даже повод для ещё одной Нобелевской премии. Но пока это ещё не удалось никому. Опять же, если говорить о шестом отчёте IPCC, там совершенно всё показано, что роль человека, она определяющая в этом изменении. В моих собственных расчётах получается, в общем-то, тоже определяющая роль человека в этом изменении. Вообще, вы знаете, отрицать физику антропогенного воздействия, на мой взгляд, может только человек, который в школе старательно прогуливал роль физики. Понятно. Я знаю, что вы ещё занимались анализом поведения болотных экосистем и их влиянием на эти процессы. Расскажите об этом. Ну, строго говоря, я занимался даже более широкой темой, потому что последние лет 15 я активно разрабатываю вопрос взаимодействия климата и углеродного цикла, вообще биодиохимических циклов. Естественно, частью там являются природные экосистемы, и частью которых являются болоты. Болото сами по себе очень интересный объект, потому что они, с одной стороны, накапливают углеродный субстрат в себе и таким образом депонируют углерод из атмосферы, уменьшают накопление СО2. Правда, эффект этот, наверное, всё-таки не столь значим по сравнению с антропогенными эмиссиями. С другой стороны, при потеплении, даже сезонном потеплении, от зимы к лету, там образуется метан, который выделяется в атмосферу. Метан также сильный парниковый газ, и поэтому эффект болота, он действительно очень интересный, потому что продукция метана в болотах, она в целом, по крайней мере, в болотах средних и субполярных широтах, в частности, в Большом Асюганском болоте, в Сибирском комплексе, который находится в районе города Томска, один из самых больших болотных комплексов в мире, при потеплении производство метана и поток метана из болота в атмосферу увеличивается. Это тоже, кстати говоря, иллюстрирует одну из обратных связей в климате, в данном случае между накоплением парникового газа в атмосфере и процессами в наземных экосистемах. Связь эта весьма значима для состава атмосферы, но, правда, на климатическом уровне, как показали наши же расчеты, она, в сути, достаточно слабая, и это очень хорошо, потому что иначе кипрело бы еще быстрее. То есть одних болот недостаточно для того, чтобы обеспечить такое глобальное потепление, как сейчас? Если говорить о простосодержании парникового газа в атмосфере, то процессы, которые к ним приводят, они достаточно хорошо известны. Дело в том, что если мы берем наземные экосистемы в целом, или, скажем, мировой океан в целом, то они не выделяют парниковые газы, они их в целом поглощают. Основное выделение – это антропогенные, порядка 10 гигатонн элементарного углерода в год. Половина этой величины поглощается океанными и наземными экосистемами, примерно половина накапливается в атмосфере. Вклад метана в этот баланс массы, он относительно небольшой, но, опять же, достаточно хорошо известно, что рост метана в атмосфере – это прежде всего эффект антропогенных процессов, использование ископаемого топлива, его передачи, его сжигания, добычи угля и сельского хозяйства. Как вы считаете, те усилия общества, которые предпринимаются для того, чтобы минимизировать последствия глобального потепления, достаточны или нет? Тут надо разделять два вопроса. Это само глобальное потепление, его предотвращение, и адаптацию к происходящим изменениям. И тут очень важно говорить о цели, которые стоят перед человечеством. Если мы ставим цель, как сейчас официально заявим, полтора градуса, не выше до индустриального уровня, то она, конечно, уже, можно сказать, абсолютно недостижима. Потому что уже сейчас потеплело на градус небольшим, климат системы инерционный. Если мы даже прямо сегодня остановим эмиссии в центре поддельные, всё равно ещё на несколько десятых градусов потеплеть. Скорее всего, этот порог будет перейдён. Если мы говорим о каких-то больших значениях потепления, то, опять же, надо привязываться к ним конкретно. Вот если, опять же, вернуться к полутораградусному значению, то по оценкам шестого отчёта МГИК, и доступные эмиссии, которые позволяют нам не выйти из-за этого порога, мы выберем за ближайшие... Я считаю, что интенсивность их будет такая же, как последние несколько лет, мы выберем за 10-15 лет. Это не значит, что через 15 лет мы этот порог перейдём, потому что климат должен ещё подстроиться под это изменение, но это означает, что после этого этот переход станет практически неизбежным. Это не значит, что он произойдёт сразу, но он со временем произойдёт. Если мы говорим о другой цели в 2 градуса, то эти эмиссии будут выбраны, по существующим оценкам, за 30-40 лет, если считать, что их скорость будет примерно такая же, как сейчас. Поэтому достаточность или недостаточность усилий человечества надо привязывать к конкретным целям. А если говорить о приспособлении человечества как общества, инфраструктуру под изменение климата, ну, опять-таки, надо разделять разные регионы, разные страны, смотреть, что мы хотим. Потому что часто приходится слышать фразу о том, что Россия – страна холодная, и определённое потепление, вообще говоря, нам... Даже хорошо. Даже хорошо. И справедливость этой фразы, вообще говоря, трудно спорить, потому что в очень холодной стране потепление – это хорошо. Безусловно. Это сопровождается рядом других эффектов. Например, уриняйте навигация по Северному морскому пути, упрощается Северный завод. С другой стороны, тает вечная мерзлота, а все построители в субполярных наших регионах рассчитаны на её наличие. Это и трубопроводы, это даже такой крупный город, как Норильск. Вот в Якутске такая проблема может быть. Поэтому, конечно, если потепление неизбежно, к нему надо готовиться, надо понимать и теплюски. А оно неизбежно? Я думаю, что да. Если говорить о полутораградусном уровне, я думаю, что оно уже просто неизбежно. Если говорить о двухградусном, вопрос более сложный, но скорее всего-таки оно произойдёт, чем не произойдёт. Если говорить о трёх- или четырёхградусном уровне потепления, я думаю, что всё для человечества остановится раньше. Особенно, если говорить о четырёхградусном потеплении. Но опять же, разный отклик в разных регионах. У разных стран разные интересы. Естественно, по полутораградусу они взялись, прежде всего, как отклик межправительственной группы эксперт в пояснении климата на интересы малых стран и государств. Повышается уровень моря, эти государства вообще могут исчезнуть. С другой стороны, там северные государства, они до некоторой степени даже этому потеплению рады. Такое протяжённое государство, как Россия, оно вообще требует очень сложного и комплексного анализа, потому что у нас есть южные регионы, сельхозпроизводящие, они при продолжении потепления могут перестать быть таковыми. Не потому что там станет слишком жарко, а потому что там станет слишком сухо. Потому что изменение климата... Это не только изменение температуры, это ещё изменение других климатических показателей, прежде всего, осадков в данном случае. Опять же, проблемы с инфраструктурой в зоне современной многолетней мерзлоты. Но всё-таки мы выживем. Как вы считаете? Для нас это не станет катастрофой? Для человечества, как для биологического вида, скорее всего, не станет. А что, как вы думаете, может стать катастрофой для нас, как для вида? Потепление градусов на 30-40 при этом... Это возможно? Вряд ли. То есть ситуация такая, достаточно драматическая, но всё-таки не трагическая. Я всё-таки верю и в разум человечества, в конце концов, и в том числе и в то, что не хватит, просто не хватит разведанных запасов топлива. Я думаю, что на каком-то уровне потепления остановить удастся, и оно не будет смертельным для людей, уж по крайней мере для людей, как для биологического вида. Я даже думаю, что большая часть континентов останется незатопленной. Впервые за всё время существования МГИК в докладах возникло такое понятие, как критическая точка. Это точка, при переходе через которую активируются процессы, которые до этого были спящими. И классический пример – это, например, то, что при потеплении, возможно, тайне гренландского щита, оно, правда, известно, что будет очень медленным, это будет процесс уж по крайней мере в тысячелетии, но, тем не менее, вода эта может слиться в Северную Атлантику, произойдёт коллапс клянических течений. Может быть, вы, может быть, зрители помнят фильм «Послезавтра». И он, с одной стороны, он мне нравится тем, что действительно вот эта вот основа, которая там есть, об остановке Гольфстрима, она действительно имеет под собой физическую природу, потому что там всё это развивается слишком быстро. Там герои путешествуют между двумя американскими столицами, главное, и ясно, что это всё занимает несколько дней всего. В реальности, конечно, этот процесс будет гораздо более медленным, будет порядка ста лет. Но, в принципе, это не исключено. Физическое обоснование, по крайней мере, этого существует. И вот такие процессы, они, конечно, изучены пока очень плохо, просто потому что невозможно исследовать по данным наблюдениям, но вот они спящие ещё. И, судя по всему, вероятность таких процессов тем больше, чем дальше мы от современного климата. Но, опять же, где вот этот порог, к каким последствиям они приведут, ну, известно, на данный момент достаточно плохо. Спасибо вам огромное, очень интересно, здорово, актуально. Спасибо. 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 Спасибо.